Они только хотели сделать яичницу, а получилась большая беда. Самый младший в семье, пока мама вышла за продуктами, а братья и сёстры хлопотали на кухне, решил тоже ничем от старших не отличаться. И взял в руки спички. Огонь в спальне вспыхнул мгновенно. Ту роковую пятницу самый старший, 10-летний Семён, помнит посекундно, как звонил маме и как спасал всех из огня. Петя потом прибегает и говорит, что пожар. А я смотрю, подушка здесь горит, беру, выкидываю. Вот здесь стоял стул, вдруг какая-то подушка разлетелась в пух. Я сам не смог потушить, потому что здесь начало всё гореть. Я пыталась ему позвонить в первую очередь, чтобы он выбежал с квартиры с ребятишками. Пусть, как говорится, с этой квартиры, что-нибудь, мне лишь бы дети были живы-здоровы. Но он уже трубку не брал, и я сразу позвонила 112. Сообщила, что по такому-то адресу находятся несовершеннолетние дети, маленькие, пятеро. Что просила помощь, чтобы помогли. Когда приехали пожарные, спасать было уже некого. Всех спас Семён и разместил у соседей. Оперативные, без паники, всё, как по инструкции, удивляются огнеборцы. В ходе выяснения обстоятельств и пояснения очевидцев было выяснено, что пожар произошёл в дальней комнате, то есть спальне, где располагалась подушка на стуле, в которой подожгли краски малолетний ребёнок трёхлетнего возраста. О героическом поступке 10-летнего Семёна сегодня все говорят в его родной 10-й школе и собирают материальную помощь семье героя. Может быть, и канцтовары, может быть, кто-то вещи, одежду, кто-то материально, деньгами поможет. Мы надеемся, что никто равнодушный не останется. Вот, я заканчиваю. Пятницу только. Четыре. Три. За четверть у меня получилось, что я отличник. Ни одной тройки. Всё, что осталось после пожара у Семёна, это обугленный дневник. Одежду дали родственники, они же забрали младших братьев и сестёр к себе. Сейчас юный герой и его мама ждут возвращения отца из командировки, чтобы начать в доме ремонт. Правда, делать его пока не на что. В администрации города нас уверили, что помощь семье будет оказана. Амир Кедрасов, Айгуль Мухамедшина и Ильну Раминов. Телекомпания «Арис». Город Кумертау.